Привет! Эээ, Триборн! Что-то давненько нас доктор Гнус не баловал новыми роликами, то обычно его видосы выходят раз в неделю, а с последнего ролика уже прошло, по-моему, недели две с половиной, если даже не три. Я, если честно, очень сильно соскучился по его новому контенту и решил порадовать и вас, и себя реакцией на его один из старых роликов, который называется «Что если потопить Титаник нарочно?» И еще одно. Сегодня, как обычно, в 20.30 примерно по московскому времени я буду досматривать оставшиеся ролики доктора Гнуса, их там осталось, наверное, штук около 10, не просмотренных мною, поэтому приходите на стрим, досмотрим оставшиеся ролики доктора Гнуса, немножечко с вами пообщаемся. Ну а теперь давайте приступим к его ролику про Титаник. Думаю, будет интересно, как обычно. И еще маленькая такая ремарочка. Я Титаник уже смотрел, наверное, пару раз даже, правда, по телевизору и, наверное, даже больше пару раз, потому что большинство из этих раз я смотрел его как-то отрывками. Слишком долгий видос, ой, слишком долгий фильм. И, если честно, мне он не очень понравился. Титаник же это такой фильм, который должен вызывать эмоции, плаксивые эмоции. И у меня он, если честно, их вообще как-то не вызвал. Ну, как-то не знаю. Такой себе фильм для меня. Я понимаю, чем он может нравиться другим людям, но на меня он не произвел должного эффекта, поэтому я считаю его... Никаким. Ни плохим, ни хорошим, просто никаким. Лично для меня. Но еще это, наверное, из-за того, что у меня какое-то немного... Не сказал бы, что пренебрежительное, но мне очень не нравится Кэмерон как режиссер. Великие фильмы снял, естественно. Терминатор, вроде Чужого он снимал. Титаник, Аватар, который опять стал самым кассовым фильмом всех времен и народов. Но эти фильмы мне не то, что не нравятся. Аватара, да, не нравятся. Но Терминатор я считаю, как бы... Точнее, не считаю чем-то культовым и офигенным. Видимо, я странный. Но вы можете написать об этом в комментариях. Но давайте приступим к ролику доктора Гнуса. Погнали! Нифига себе. Я первый раз вижу, чтобы Гнусик плакал. Обычно из него слез вообще не выбьешь. Алло, Кэмерон. Зачет. Прекрасный и красивый фильм. Сместо событий снимал, да? Да, документалка. Нет. Спецэффекты? Так. А-а-а. Ну, все равно молодец. А я сейчас сделаю прям настоящий, да? Спецэффекты. Пффф. Веди обман. Слушайте, вы уже... О! Да это же... Как это называется? Изгой. Шикарный фильм. Вот изгой прям офигенный фильм. Неделю копаетесь. Где хоть что-то напоминающее Титаник? Давайте быстрее. Айсберг уже запущен, он вас ждать не будет. В начале 20 века пересечь Атлантический океан можно было только на пароходах. Маршрут из Лондона до Нью-Йорка занимал примерно неделю. Из Лондона до Нью-Йорка неделю. Сейчас на самолетах, наверное, всего лишь часов пять примерно. Но я не знаю точно. Но быстрее, естественно, чем за неделю. Леты могли позволить себе как нищеброды, так и реальные пацаны с цыпочками. Транспорт... 300 долларов. Нищеброды. На наши деньги сейчас это 22 тысячи рублей примерно. Тогда, конечно же, это было меньше. Но в любом случае, нищеброд вряд ли смог бы себе позволить прокатиться на пароходе. Транспортные корабли все строили как можно больше, вместительнее, комфортабельнее, со всеми плюшками и капризами. Ну, так и надо. Во! Ну, можете же, когда хотите. По-моему, раз в сто меньше, чем Титаник. Прямо очень похож. Только что за название Титапик? Титапик. Я Титарис прочитал Титапик. Эээ, секундочку. Это вы взяли старый Олимпик с металлолома? Ага. Вы паразиты, а? А ты что, думал они тебе с нуля построят его, что ли? Ладно, черт с вами, все равно что топить. Все, пакуйтесь и путь. Мало кто знает, но было три одинаковых корабля. Так. Олимпик, Титаник и Британик. Честно, даже не знал об этом так. В 11, 12, 14 годах. Хорошо. Титаник это средний брат. Ага. И всей этой троицей выделился, конечно, Титаник. Учащен одно морское в свои первые дни жизни. Британик поплавал подольше. Почти год. Офигеть, целый год. Капец. Тоже повторил судьбу старшего брата, только затонул в водах Игейского моря. А почему у него плюсик? Он что, какой-то медицинский корабль, что ли, был или как? А вот Олимпик честно отслужил свой ресурс и был списан на металлолом в... 24 года. Нормально. В 1935 году. Хорошо. Хоть кто-то, да? Они даже решили это изобразить. Слишком рано. Так какая разница? Их там всё равно раз-два и обчёлся. Я про расходников. Сколько? 164 или 64? Я не понимаю, 164 или 64? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я что-то не расслышал. Мы же никого не хотим обманывать. Мы же никого не хотим спасать. Времена было правило. На больших кораблях спасательных шлюпок должно быть не менее 16. А далее каждый сам решал, сколько их должно быть всего на корабле. 16 слишком мало, не? Пока Титаник не доказал, что математика тоже наука, и 2000 с лишним человек всё же не запрессовать в 1300 спасательных мест. Поэтому Олимпик и Британик сразу же после трагедии Титаника подсуетились и добавили спасательных шлюпок. Во! Это наш эльфир. Всё, давайте, давайте, я готов. Давайте, давайте, плывите прямо на айсберг, а я буду снимать. Тихонечко оботритесь правым бортом. Так. Так, так, и... Прям тихонечко, он прямо наехал на него. И... Да, б***ь, промахнулись. Как промахнулись? По-моему, он ехал прямо на него практически. Слишком рано начали манёвры. Сейчас, давай назад, давай ещё раз. Да, да, да! Вот он момент истины. И... Давай, что ж, мать. Теперь рано тормозить начали. А зачем вообще начали тормозить-то? Ехали бы вперёд и ехали. Ещё раз. Тормозной путь Титаника составлял 777 метров. Айсберг... А, он всё-таки тормозил. ...убедили на расстоянии 650 метров от корабля. Как так-то? Почему раньше не заметили? Он же большой, не? Скорость корабля была 11 метров в секунду. Если бы на 10-15 секунд раньше заметили айсберг, то, возможно, разошлись бы все, как в море корабли. Блин, вообще жопа. Ну, давайте, не обложайте выстрел. И... Пожалуйста, пожалуйста, давайте врежемся и все утонем. А! Они даже сами не могут терпеться до этого. Есть контакт. Всё, отлично, молодцы. Такие радостные. Ждём затопления. У вас есть пару часиков. Помните, да? Спасаются сначала женщины и дети. Говорят, что неписанное правило по спасению... Хороший флаг. ...сначала женщины и детей пошло с 1852 года, когда тонул британский парусник. Те кексы тоже отличились и взяли с собой только одну спасательную шлюпку, которую потом посадили всех имеющихся женщин с детьми, а мужикам пришлось стоять в шеренге на палубе под хруст ломающегося пополам корабля. Сажим в шеренге стоять. Но почему-то именно с крушения Титаника эта фраза стала более популярной и значимой. Так, я отвлёгся. Ну что там, как дела? Ага, все шлюпки уже на воде. А Титаник тоже. Отлично. Почему он только на воде? Он же должен был уже тоже сломаться, нет? А чего наш Титапик до сих пор плавает? Титапикс. Может, слабо смёкнули? Не, ну точно, ё-моё. Даже сломать ничего не можете нормально. Всё испортили, блин. Момент упущен. Вот как знал. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам. Всё взорвёт. Теперь больше похож на крушение Британика. Ведь он тоже подорвался на мини. Только там потерь почти не было. А мы тут топим 1500 расходников зазря. Заз... 1500 расходников. Бедные расходники. Ну, они дали свою жизнь. С толком. Теперь ты снял настоящий фильм. Про Титапика. И зря шлюпки выбросили. Ну что же, ладно. Ждите подмоги. Сигнал бедствия же отправили? Нет. Ну а чем вы занимались два часа? Все знают сигнал бедствия СОС. Так вот, когда оттонул Титаник, в то время больше пользовались сигналом CQD. Титаник в роковую ночь. Всем кричал и тем, и другим вариантом. И был одним из первых, кто стал использовать новый сигнал СОС. О, он даже... Можно сказать, западнидовал СОС. Прикольно. Да. Жалкое зрелище. Даже умерла одна. Не. Без питьевой воды вы тут, конечно, долго не проплаваете. Ну ладно, черт с вами. Будем и вас тоже считать погибшими. Ну ты офигел совсем. Почему ты их-то не мог спасти? Ты же знаешь, где они находятся. Какой ты гнус. Если вам от этого будет легче, то Титаник занимает лишь пятую строчку в списке жертв кораблекрушения. Да ладно, а кто первую? Были и поужаснее катастрофы. Интересно. Я надеюсь, ты расскажешь нам в следующих роликах про это, потому что ты меня заинтересовал. Значит, как договорились. Я там отправил тебе на дно 1500 расходников. Дай, слушай, посей... Что там, не пнушь-то? А, посейдон. Посейдон, тут такое дело. Там еще порядка 700 барахтается на поверхности. Как с ними решим? По бартеру на голых не рейд или на какой-то необитаемый остров заселим? Надо подумать. Ну хорошо, ты только долго не затягивай и не забудь подписончик с тебя. Подписончик, конечно же, я оформил. Ролик, как обычно, получился просто офигенный. Сделан он был 24 апреля 2020 года. Прям получил я колоссальное удовольствие от просмотра этого видоса. Но доктор Гнус по-другому и не может. Офигенная история, офигенная анимация, офигенная озвучка. Все просто на высшем уровне. И, друзья, напоминаю, не забудьте, сегодня будет стрим, где я досмотрю все оставшиеся ролики доктора Гнуса. Обязательно приходите, посмотрим вместе с вами. Но если вам понравилась эта моя реакция, то не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!